Рассказывай мне, что ты вот наготовила. Это что такое? А тебе можно морепродукты? Да. Грибы с кальмарами, с овощами. Дальше картошечка. То есть ты ее узнала без моего комментария? Она такая аппетитная. Как мы сегодня написали, а что картошка нечищенная? Улиды мои, я говорю, экономим. У меня молодая, кстати. Молодая была не молода? Да. Маслята, баклажаны, череп, кстати, вкусная. Картошка вкусная. Но молодая. А тут тебе тоже можно пойти, ну, пробуй. Это, конечно, не твои огурцы, Примерно даже твои у нас, как я говорю, в нычке. Как в бутербродах, да? Да, они такие есть. Они для бургеров. На моих и так едем, в принципе. Вкусная. О, ну, хрена, все красиво. Голливанство. Включи что-нибудь уже. Да, подожди. Можно включить. Второй канал там. Карусель давай, ну, погоди. Пытаюсь, а я. Вот ошибка, включение. Вкусные грибы. Молодец. Хрен, пробуй. Хотя бы лизни. Он не такой, это не тот. Надо еще попробовать. По мне, я не знаю, по мне, не слабенький. Он прям... Не слабенький, мне так кажется. Аккуратнее. Тот другой совсем. Ну, не то, что аккуратнее, но он другой. Он другой. Там был только сахар, здесь еще и соль. Вот. Чувствуешь, да? Да, хороший. Но... В твоем случае слабенький, да? А-а-а. Сейчас. Так. Ребят, спокойно. Спокойно. Мы поймали тут. Ой, кайф. Нервы пощекочем. Прекращай мне вот этот тэн-дэн-тэн-тэн. Включи что-нибудь и ешь, пожалуйста. Ты что, не слышишь? Тэн-дэн. Дорогие с чем? Картошку, грибы у нас. Тут вариантов немного, пока пост. Короче, вот, пускай будет Джон Лейк. Пока пост, все только то, что ты можешь поесть. Пост на и без всяких там ест, молоко. Сейчас кое-кто напишет. Ой, вы снова все в одну кучу едите. На здоровье. Правда? А вы, если поели галошек, то картошку едите через две недели, чтобы не смешалось. А знаешь, кто это пишет? Он говорит, у вас все туда идет. Сюда. Без перерыва. Ну, это нормально. То есть, по большому счету, суп никого не смущает то, что набор продуктов в одной жидкости смешано? Я не знаю, меня не смущает. И меня не смущает. Поэтому, зачем говорить то, что все в одну кучу. Там тоже все в одну кучу. Суп едят все. А щи? И щи едят все. И борщ. Я тебе больше скажу. Солянку и рассольник тоже едят все. Ты просто никому не рассказывай. Куда? Кушай, кушай. Никого не слушай. Пошли все. Мне пишут, почему вы всех посылаете? И почему же? Потому что пошла нахер с неудобными вопросами. Я ей так и ответила. Она говорит, ну я же говорила. Я говорю, и я тоже. Одна спросила, а сколько... Знаешь, я как сейчас помню, ее звали Виктория. И писала она мне после второй пластики. Дыши. Дыши, мать. Аж пот бросает. Хороший. Много кто пишет в личку. Я всегда отвечаю нормально, на самом деле. Знаешь, ни один человек не получил звездюлей, в который пришел с добром. Ну, нет у меня такого. Но одна меня, конечно, убила. Это прям я ее запомнила. После второй твоей пластики. Конечно, капец. Здравствуйте. Она мне пишет в личку. В общем, я планирую поездку в Рязань на четверо суток. Можно я вас переночую? Вы скажите, сколько вы берете с Ольги? Я с ребенком, и поэтому как бы в гостинице мне неудобно. Да ну нафиг. Вот. Как бы, я говорю, извините, я себя... Жалко у тебя ипотеки нет. Вот если была бы ипотека, мы бы нашли общий язык с ней. Ты понимаешь, человек настолько меня убил, что я говорю, я даже, знаешь, не могу умерить свой сарказм в тот момент. Я говорю, ну, извините, я себя оцениваю адекватно. На московские ценники не равняюсь. Равняюсь на рязанские. То есть я выбрала самую дорогую гостиницу в Рязани. Такой ценник Оле и заломила. Не плюс, не минус. Правильно? А, мне главное. Справедливо, да. Она же спросила, сколько я себе беру. Вот. Справедливо, справедливо. Вот. Думаю, ну, человек понял сарказм и все-таки отвалил. Потому что тишины было часа три с половиной. Она пошла смотреть. А она смотрела, что ли, я не знаю. В результате она написала, что четырнадцать двести слишком дофига. Вот. За сутки. Да ладно, надо было сказать. Вот. Ну, как бы, извините. Не потянули. Ты ж потянула. Ну. Правильно. Прикинь. Нет. Там и не такое. Там и не такое. Там такое, пишут. Пишут. Я ж не буду. Зачем? Тебе и так хватает. Зачем я буду тебя третировать и пересылать тебе то, что пишут мне. Ты представляешь это вообще? Обязательно писать. Я с ребенком. Я просто сейчас офигеваю. Понимаешь, ей с ребенком в гостинице неудобно. Ну, у тебя зато удобно. А у меня удобно. Человека. У человека, которого она не знает. А если я твоего ребенка сейчас, ну, скормлю собакам, да, ты ж меня не знаешь, может я псих. Удобно. Слабенький, да? Слабенький. Слабенький, да? Слабенький. Подожди, подожди. Вот у нас. Ага. Ага. Хороший. Я тебе две банки взяла. Сударец. Я, говорит, не возьму, походу. Своему лицу. Она не возьмет. Много хабла. Но ты не горячись. Да. Вдыхай. А вот мне, знаешь, положил вот так. И еще раз, знаешь, сказала, типа, у меня, наверное, послабее. Не знаю, конечно, какой у него. Может, у меня послабее. Попробуйте. И вот, как ты сейчас хапнула, он мне вот сюда положил, говорит, пробуйте. И я в павильоне. Ты знаешь, это павильон. И я там попробовала. А мне уже выплевывать не вариант. А что выплевывать? Она мне уже там по пасти размазалась. Что я выплевываю? А в нос шибанула. Там все. До колен, до пола. Сопли, слюни. Восторг. А восторг? Не такой уж и восторг, конечно. Ржали все. Кроме меня. Пирожки огонь. И, кстати, рецепт пирожков где публиковала? Где-то публиковала. В инстаграме, может? В инстаграме точно есть. По-моему, и в телеграме тоже. Я не знаю. У меня человек десять. Может быть, чуть меньше спрашивали рецепт пирожков. Именно тесто. И постного, и не постного. Я всем отвечала. Поэтому... Я не подержу, если будет новая волна. Раз в телеге... Новая волна по пирожкам. Господи, ну пускай мне пишут. Я отвечу. Я освобожу тебя. Поняли? Кристина, пишите. Я не выдержу. Простите, пожалуйста. Снова вот это по пирожкам, по пиццам, по картошке, по всему. Пирожковая волна. Пирожковая волна. Пирожковая волна. Пирожковый вал, я бы сказал. Да. Прощение, господи. Ребятый пирожковый вал. Пирожковая волна. Когда сегодня я тебе... Ты помнишь то, что я тебе написала, что... Ох, да-х, 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 да-х. А я вот тоже не хочу искать рецепты. Могу, но не хочу. А хочу личный ответ. Да. Давай мне тот рецепт. Да, да-да-да. Вообще, рецепта закваски нет, вот эта самая надоедливая тема, да? Да. Но вот 99% было понятно, что это сарказм, потому что люди меня уже, в принципе, знают. Но 1%, может, новенький, может, нет. У меня в личку прилетело. Отстаньте, пожалуйста, от Оли. Вот ссылка на закваску. Очень милая. Какие колюсии нет. Милата, я даже, ну, ничего плохого не сказала. Я говорю, спасибо большое. Вы не поняли сарказма. Я не хотела даже накомить, потому что... Милейшая. Отстаньте. Отстаньте от нее. Задрали. Задрали. Это же тоже постные вот эти синие штуки. Да, да. Из непостного вот мясо и вот мясо. Все остальное постное. А мы что смотрим? Задрали культура. Давай, не культуру. Круси давай. Господи, культура. Я знаю одного человека, который очень любит смотреть культуру. Кто? Я случайно это сделал, на самом деле. Кто? Не, я просто не хотел весь включать. Это опять начнется вот это вот. Он обещал мне найти место там. для работы. Но сказал, что я слишком культурная для культуры. Меня туда не нужно. Не примут, потому что они будут комплексовать. Я только подумала. Ну, давай 24-й посмотрим. Ну, что-нибудь другое можно? Ну, ТВ-3. Давай, есть? Да нет тут. Ой, я аж потела от этого хрена. Ну, как так вот нет. Заставил меня попотеть. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Короче, ладно, просто фильм какой не включил. Какой? Не знаю. Какой-нибудь включи. Чтобы он просто бубнел там. Хорошо. Бубнил, бубнил. Кому как. Ну, не Эдварда Родзинского только. О, Господи, вот это вот только Нина Дятина. Будь вот скажи ей, не знаю, еще 7 и 2. А что там за голые люди были? Это другое. Ха-ха. Ну, сейчас вот люди подумают, да? Конечно, подумают. Конечно, подумают. Да, это будет сказано, чтобы думали. Не, я там мало. Страшное дело. Не просто 18 плюс, там 34 плюс. Как этот Вячеслав, у меня 20 сантиметровый. Ой. Вячеслав ютубовский, да? Ага, я, говорит, заработал этим. Себе на машину. О, U-touch my trailer. Прям вот прям вот этим? Прям этим стриптизом. Стриптизом. Божественное тело. Он говорит, у меня божественное тело. Мы как бы помним Тор это из последних мстителей. Там прям божественное тело. Совсем. Интересное. Ха-ха. 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 Что-нибудь и ешь. Кто-то звонит. Извините. И великолепо освобождается от него. Продолжение следует...